Рисоводы приорали, собрали рекордный урожай риса. Они получили 530 тысяч тонн с почти 90 тысяч гектаров посевных площадей. Это стало возможно благодаря реализации конкретных поручений Ельбасе по поддержке сельского хозяйства. Алибек Байшуленов расскажет подробнее. На этом предприятии в Казалардинской области трудится 800 человек. Основные сорта риса Янтарь, Лидер и Фаворит, они выращивают на свыше 5000 гектарах. Два года назад ратный труд рисоводов отмечен премией Ельбасе «Алтан Сапа». Успех напрямую связан с инициированными первым президентом Казахстана государственными программами по поддержке сельхозпроизводителей, считает руководитель предприятия. Вклад Ельбасы в развитие рисовой отрасли региона неоценим. Самой эффективной мерой стало выделение льготных субсидий для минеральных удобрений, высокопроизводительных семян, горюче-смазочных материалов. Так мы подняли урожайность до рекордных 70 центнеров риса с гектара, открыли три перерабатывающих завода и уже 60% продукции экспортируем в зарубежье. Кроме того, мы начали выращивать местные сорта риса, сыр слоя и айгерим. Свою толику в небывалую урожайность казалардинских рисоводов внесли ученые-селекционеры. Благодаря господдержке агронауки сегодня разработаны уникальные эффективные проекты, говорят сотрудники Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени Жахаева. Инициатива Ельбасы модернизировали работу аграрной науки. Поддержка из года в год увеличивается, отсюда и успехи. Мы вывели новые сорта сыр сулуэ, айгерим и салима-1, которые вызвали огромный интерес со стороны аграрии. К примеру, айгерим созревает поздно, но он крупнозернистый и не требует обильной влаги. А сэр Сулуэ прекрасно адаптирован к соленой почве и нашему климату. Как отметили специалисты, главная забота первого президента – утверждение государственной программы развития агропромышленного комплекса. Ельбасы поручил повысить долю высокорентабельных, маловлагопотребляющих сельскохозяйственных культур. Так, в текущем году в Приорале эффективно использовано семь проектов института. Диверсификация сельскохозяйственного производства – одно из приоритетных направлений. Научный подход дал возможность нашим аграриям применить в производстве плодосменный севооборот пшеница-софлор. Также в этом году в области увеличились объемы возделывания донника, тыквы, картофеля, бахчевых и зернобобовых масличных культур. О том, что все инициативы первого президента в агроотрасли доказали свою жизнеспособность и эффективность, говорят и показатели. В текущем году сельхозпроизводители Приорале произвели продуктов на 106 миллиардов тенге. И, как прогнозировал Ельбаса, сельское хозяйство обещает стать основным драйвером экономики региона. Считаю, рекордные достижения области в аграрном секторе – это особое внимание первого президента. В этом году на развитие отрасли субсидировано 13,3 миллиарда тенге, что на 18% больше, чем в прошлом. Регион реализовал 18 инвест-проектов. Наша область экспортирует уже 19 видов продукции – рыбу, рис, бахчевые и масличные культуры. А фермеры – скот в живом весе. Фермеры произвели 30 тысяч тонн мяса, 72 тысячи тонн молока и более 7 миллионов штук яиц. И, как добавили специалисты, реализация в регионе конкретных поручений Ельбаса по активизации сельского хозяйства позволила удерживать цены на продовольственные товары.